Украинская полиция пока не располагает данными о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. Наш коллега, в свое время работавший на Первом канале, а в последние годы сотрудничавший с киевскими СМИ, погиб сегодня в украинской столице в автомобиле. Сработала заложенная бомба. Местные следователи изучают видеозаписи момента взрыва и надеются на помощь специалистов ФБР. С места событий репортаж Алены Германовой. Это самый центр Киева, пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Сейчас здесь все отцеплено, работают эксперты, движение перекрыто. Автомобиль, в котором ехал журналист Павел Шеремет, двигался по этой улице и остановился на перекрестке, чтобы пропустить другую машину. В этот момент и прогремел взрыв. А он ехался второстепенно, но ехал так, как будто он куда-то спешил. А когда он остановился, увидев, что я стою на главной и собираюсь поворачивать налево, в этот момент произошел взрыв. Эти кадры с камеры видеонаблюдения сейчас изучают в украинской полиции. Звука, взрыва не слышно, но отчетливо видно, как автомобиль буквально разлетается на куски. Прохожие в шоке, боятся подойти. Чудом никто из них не пострадал. Спустя мгновение очевидцы пытаются помочь водителю. Мы просто видели, что идет дым. То есть машина сразу не загорелась. После этого мы резко собрались и выбежали посмотреть, что происходит. И уже люди сразу вытаскивали человека. Он уже был бы сигнал. Открыли люди дверь водительскую. Водительскую не могли открыть. Открыли пассажирскую заднюю. Пытались его достать. Кое-как его достали, приехала скорая и сразу забрала. Скорая приехала очень быстро, буквально за пять минут. Потом пожарные приехали. Взрывчатка, по версии полиции, скорее всего, располагалась под водительским креслом. Именно в этом месте, в днище автомобиля, обнаружили большое отверстие. Предполагается, что мощность взрывного устройства была от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв был из-под машины. Детали аж полетели. Потом люди начали кричать. Уже известно, что машина журналисту не принадлежит. Владелицей является руководитель интернет-издания «Украинская правда» и гражданская жена Шеремета Алена Притула. Ее самой в момент взрыва в машине не было. Впрочем, вряд ли она была целью убийства. То, что именно Шеремет ездил на этом автомобиле, знали все – и соседи, и коллеги. Это была машина нашего руководителя, руководителя издания «Украинская правда», многолетнего его редактора Алены Притула. И Шеремет на ней каждое утро отправлялся на утренний эфир радиовести. На Украине Павел Шеремет жил последние пять лет. Работал исполнителем-директором «Украинской правды». Вел авторские радиопередачи. Накануне его голос в эфире слышали в последний раз. Ну а мы с Таней прощаемся с вами до завтра. Услышимся с вами в восемь утра. Поставим вам в конце нашей сегодняшней программы, нашего партизанского шоу, песню «Киевские улицы». Как и пообещал слушателям Павел Шеремет, этим утром собирался в редакцию. Сел в машину, отъехал от дома уже через 200 метров и произошел взрыв. Ему было всего 44, родился в Беларуси и какое-то время работал там собственным корреспондентом ОРТ. В своих материалах часто высказывал оппозиционную точку зрения, считался противником политики президента Лукашенко. В свое время даже был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к году испытательного срока. Задержали Шеремета в июле 97-го во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе. Его обвинили в незаконном пересечении госграницы, а также в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. На защиту Шеремета тогда встали российские власти. Президент Борис Ельцин даже не пустил в Россию Лукашенко. Отказался предоставить его самолету воздушный коридор. Понял, пусть сначала Шеремета отпустил. Вот сюда. В белорусской тюрьме Шеремет просидел в общей сложности три месяца. Его оператор Дмитрий Завадский позже был похищен в июле 2000-го. Он выехал в аэропорт Минска, чтобы встретить Павла Шеремета и больше его никто не видел. Сам Шеремет после освобождения из белорусской тюрьмы работал специальным корреспондентом программ «Новости и время». Был ведущим еженедельной итоговой программы «Первого канала». Снимал документальные фильмы. С 2008 года начал сотрудничать с другими российскими СМИ, а потом переехал на Украину. Здесь это не первый случай гибели журналиста. Так в апреле прошлого года Олесь Бузина был застрелен у своего дома. Правда, в отличие от Бузины, Павел Шеремет против украинских властей открыто не выступал. Поэтому, кто мог желать смерти журналисту, пока непонятно. За помощью в расследовании президент Порошенко обратился к ФБР. Я очень надеюсь, что уже завтра или послезавтра наши коллеги, иностранные коллеги приедут для того, чтобы нам помогать в расследовании. Сейчас пока рано говорить о каких-то направлениях следствия. Открыто уголовное производство, умышленное убийство. Это дело чести, потому что мы должны понимать, кто хочет дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Версии о том, за что могли убить Павла Шеремета, сейчас две. Причем его профессиональная деятельность не главная. Основной упор делают на версии иностранного вмешательства. В публикациях и комментариях украинские власти в убийстве Шеремета, к слову, российского гражданина подозревают Кремль. И то, что за помощью в расследовании обратились к иностранным, прежде всего американским коллегам, вряд ли случайность. Российский след – это традиционный шизофренический эскапада в исполнении украинских политических кругов. У них и солнце не встает или, наоборот, заходит чуть-чуть раньше только потому, что так решил Владимир Путин. Ну, то что тут можно сказать. Кого бояться, на того все и сваливает. При убийстве любого журналиста, целенаправленном, а не случайном, всегда преследуются три цели. Во-первых, отомстить ему лично. Во-вторых, заткнуть ему рот и запугать его коллег. А в-третьем, если получится, еще и переначать курс СМИ, в котором он работал. Украинскую правду кто-то очень жестко и бескомпромиссно с кровью предупредил. Гражданской супруге Павла Шеремета предоставили охрану. Их коллеги по украинской правде сейчас вспоминают, что он и Притула ранее замечали у своего дома подозрительные автомобили. В последнее время были эти нападки на украинскую правду. Я не знаю, связано ли как-то или нет, но можно провести какую-то тенденцию. Возможно, просто кто-то захотел воспользоваться ситуацией. Но нападки действительно были. Алена Притула и Павел Шеремета, они говорили о том, что за ними следят. И они жаловались на слежку за собой. Это было зимой, осенью прошлого года, когда в том числе мы подвергались атакам со стороны разных людей. В том числе были предупреждения Сергея Лещенко, мне. И на то, что действительно Алена и Павел обнаружили слежку. В здании, где последние годы Павел Шеремет работал, сейчас собрались его коллеги. В память о погибшем журналисте в редакции «Украинской правды» сегодня везде несли цветы и свечи. Алена Германова, Анна Ток, Павел Матвеев, Дарья Рыбакова, Первый канал, Киев.